Встреча с наступающими майскими праздниками Георгиевские ленточки Здесь же они могли посмотреть стенд проекта «Лица Победы» Началась встреча с музыкального подарка от юных кумертаусов После небольшой вступительной части состоялась официальная часть встречи В ее начале глава администрации Борис Беляев выступил с докладом В нем он коротко обрисовал ситуацию в Кумертау в разных сферах Говорил о предстоящем праздновании 60-летия города О том, что кумертаусам никогда не жилось легко Ни в период становления, ни сейчас В каждые годы были свои особенности Рассказывать о положении дел в Кумертау Сейчас глава администрации начал с главных результатов деятельности Он говорил о размерах средней зарплаты, о рабочих местах, о демографической ситуации У нас выросла средняя зарплата и доходы населения Город в последние годы идет с хорошим темпом роста производства Даже опережая среднереспубликанские Но, к сожалению, первый квартал у нас он получился провально Появилось больше рабочих мест Это вы и по нашей газете видите В каждом номере практически объявление о вакансиях Продолжается снижение безработицы Хотя нужно признать, что несколько тысяч человек Кумертаусов, они работают за пределами нашего города А это, соответственно, семьи без мужей Либо семьи без жен Либо, ну, то есть неполноценные семьи в городе Кумертау Но это, хочу сказать, общая тенденция по всей стране Не только в Кумертау, но и во всех Это проблема практически всех малых городов Российской Федерации У нас растут доходы бюджета Кроме того, мы начали наводить порядок в этой сфере Идет сокращение неэффективных расходов и затрат А это позволит повысить заработную плату нашим учителям Воспитателям Больше выделить средства на благоустройство города На приобретение специальной коммунальной техники И в прошлом году родилось более Вот хочется отметить по демографии Что в прошлом году у нас в Кумертау Родилось более 800 детей Пока в городе вопрос об обеспечении детскими садами не стоит У нас без проблем дети могут поступить в тот или иной садик Это единственный город Башкирии Единственное муниципальное образование в Башкирии Где нет проблем с детскими садами Нужно еще работать, работать и работать Чтобы каждой семье жилось комфортно в нашем городе Говорил Борис Беляев Я сегодня не могу сказать, что у нас полностью решены все острые проблемы Мы только в начале пути И до того, чтобы каждая семья в городе почувствовала реальное улучшение Нам еще работать, работать и работать Думаю, что те изменения, которые начаты в республике и в нашем городе Два года назад будут набирать обороты Мы не имеем права останавливаться или забуксовать Граждане нам не позволят это Жители города настроены скептически Критика бешеная, критика бешеная каждый день Каждый час, можно сказать, критика бешеная И вот эта критика иногда бьет как ножом по сердцу Но в целом она здорово помогает Для того, чтобы быть в тонусе всегда Потому что один человек, даже сидящий высоко, он не увидит всего, что подспудно происходит вокруг Где совсем узко, где нужно добавить, где разработать перспективу А от чего, может быть, даже и отказаться Говорил глава администрации о местной власти, о команде, с которой он трудится От ее сложной работы во многом зависит развитие города Еще один из актуальных вопросов в своем докладе осветил Борис Владимирович Это вопрос создания территориального общественного самоуправления Внедрение этого опыта планируется начать с села Ира Там уже зарегистрирован ТОС Естественно, что работа администрации, работа депутатов Совета Тоже недавно обновленного Должна идти и идет в одном русле И совместно с территориальным общественным самоуправлением Чтобы возродить неравнодушие и активность людей к участию в общих делах Мы начали эту работу в этом году Начали создание в городском округе территориального общественного самоуправления И пошли по пути организации неформально во всем городе Махом Как ТСЖ, часть из которых оказалась недееспособной на сегодняшний день А поэтапно, начиная с сельской части города Почему именно с сельской части? Потому что здесь у нас нет ни поселковых, ни сельских советов Которые бы занимались проблемами сел Ира, Маячный, деревень Алексеевка, Старый Уралка А инициатива самих жителей этих населенных пунктов, она есть Буквально в прошедшем месяце сход граждан села Ира Образовал ТОС в своем селе Предварительно съездили вместе с депутатами в село Ишимбайского района Мы посмотрели, изучили Потом приняли решение Создание именно такого же ТОСа в городе Кумертау Вот так разумно и без понуканий и насаживания С трезвым умным расчетом И будем подходить к этому вопросу и дальше У нас есть люди в городе Кумертау Которые готовы взять на себя ответственность За происходящее в родном городе, в родном селе В родной деревне И вот за решение каких вопросов То надо дать возможность именно этим людям реализовать свои планы Во время выступления глава администрации Борис Беляев Делает акцент и на создание общественного народного контроля в городе Чтобы местное самоуправление стало ближе к народу Любое действие местной власти Так или иначе получает оценку жителей города Кумертау Любое действие Когда явно одобрительную Когда наоборот крайне отрицательную Середины как таковой не бывает И вот 19 апреля на встрече президент Рустам Закевич Хамитов Поставил перед нами задачу Перед органами местного самоуправления Перед главами Местное самоуправление должно стать Не просто самым близким к людям уровнем власти А вообще народной властью Хочу на этой встрече обсудить с вами идею Именно возрождение общественного народного контроля в городе Кумертау Считаю, что это может быть даже действенным инструментом народного контроля За качеством выполняемых работ или тех или иных услуг Например, наш земляк Петр Миронович Бабылев Он возглавляет примерно такой же общественный совет у нас в республике Мы можем же воспользоваться его опытом Сейчас параллельно с разработкой правового обоснования Общественного комитета народного контроля Будет производиться выдвижение кандидатов в его состав Прошу вас, уважаемые ветераны, не остаться в стороне от этого Конечно же, я жду от вас предложений Для меня они важны И мы их обязательно примем в работе Мне важно, чтобы в общественном комитете народного контроля Вошли достойные, уважаемые, принципиальные люди Один из главных вопросов в развитии города Это пополнение городского бюджета Сейчас пока наш город живет за счет дотации из республики К сожалению, мы не смогли И в ближайшем будущем не сможем обходиться без бюджетной поддержки республики То есть без подпорок и костылей в виде субвенций, субсидий и дотаций Сегодня городской бюджет по итогам 2012 года поступает свыше 900 миллионов рублей Огромная сумма на первый взгляд Практически около миллиарда Но собственных доходов мы здесь имеем 424 миллиона Или 46% от общего консолидированного бюджета Динамика собственных доходов в последние 4 года стабильна То есть всего на душу населения мы зарабатываем порядка 6600 рублей в год Вот на эти 6600 рублей мы должны предоставить услуги по образованию, по здравоохранению, обеспечить благоустройство, ремонт инженерных сетей и прочее Бюджет города он социально ориентирован На примере прошлого года бюджетный пирог можно сказать разрез на 3 части Практически 70% бюджета у нас составляет социальная сфера То есть мы отдаем это все на зарплату, на содержание тех или иных объектов именно в социальной сфере Это 70% Из них порядка 26% у нас идет на содержание дорог на жилищно-коммунальное хозяйство Мизер У нас нет практических средств для того, чтобы мы могли развиваться Мы мало очень зарабатываем здесь Примерно, чтобы нам жить нормально здесь и не ущемлять себя в развитии В развитии, я говорю про развитие Нам порядка в 3-4 раза надо больше зарабатывать А это должно быть собственных доходов порядка 1,5 млрд, 1,7 млрд, 1,8 млрд Это мы должны сами только зарабатывать Плюс есть и поддержка республики Любой бюджетный маневр в сторону одного из этих направлений предполагает Отрезание средств для финансирования от других приоритетных направлений То есть если мы возьмем с образованием, мы не заплатим Им заработную плату Каждое из этих направлений, как вы понимаете, чувствительное для нас К тому же нас подталкивают на оптимизацию расходов Подталкивает федеральный закон На оптимизацию расходов на стандартные внедренные федеральными законами В сфере образования, культуры и спорта Вот исходя из этих сумм мы определяем приоритеты И приоритеты в решении вопросов жизнедеятельности нашего города Городское хозяйство еще одна из важнейших сфер жизнедеятельности нашего города Она, как правило, вызывает самые большие нарекания со стороны жителей Одним из приоритетов, как вы понимаете, является наше городское хозяйство Только лениво не склоняет и не проклинает сегодня наших коммунальщиков Но это не только в городе, а по всей Российской Федерации За состояние дорог, территории и дворов За низкое качество асфальтирования дорог За некачественное обслуживание управляющими компаниями жителей многоквартирных дорог За проблемы с вывозом мусора из частного сектора И за общедомовые расходы Все эти проблемы, или я перечислил, или они еще есть Но эти проблемы те, которые обращаются ко мне граждане города Кумертау Практически на каждом приеме Но должен отметить, что уже есть и видимые позитивные результаты В частности, вопросы по освещению города Потому что за два года реализации программы модернизации Заменено практически 50% линий уличного освещения Это практически 40 улиц мы осветили Проект будет завершен в 2015 году И практически из всех жалоб, из основной массы Доля жалоб на освещение практически сведена к нулю Но в этом году мы за эти два года потратили на освещение Вроде бы что такое освещение? Лампочки поменяли до провод Порядка 50 миллионов рублей 25 миллионов рублей мы потратили из местного бюджета 25 миллионов нам помыла республика Все программы осуществляются у нас в городе Кумертау В порядке софинансирования Планово и стабильно идет замена и модернизация лифтов Отработавших нормативный срок службы В прошлом году заменили 4 лифта в доме по улице Кургазинской 14 В этом году планируем заменить 8 лифтов по Бабаевска 8 и 14 Почему 8? Потому что эти лифты стоят у нас в программе Но пока вопрос решен только по 3 лифтам Мы надеемся на то, что во второй половине 2013 года дополнительные средства будут выделены Опять в порядке софинансированы 50% местный бюджет, 50% республиканский Также планово снимаются вопросы по капитальному текущему ремонту домов В 2012 году отремонтировано 18 жилых домов Из них 13 в поселке Маячном 5 в городе Освоено порядка 53 миллионов рублей Но в текущем году мы столкнулись с серьезной проблемой Ремонт предполагает софинансирование Раньше жильцы платили 5%, а в этом году условие федерации поставило 15% Но здесь софинансировано идет и с республики, и с местного бюджета, и конечно же средства собственников И вот жители нескольких домов в городе Кумертау, порядка 6-7 домов, они отказались просто от ремонта своих многоквартирных домов Дома, они действительно в плохом состоянии Дома практически находятся наши, ну, которым 60 лет, 53-го, 56-го, 60-го года рождения Как мы будем их ремонтировать дальше, если мы отказались от этой программы, это большой вопрос Примерно, условно, если федерация дает, вот дом, федерация дает 7 миллионов рублей Средства собственников миллионы рублей Которые можно распределить на один год Если договориться с управляющими компаниями нормально, то на три года можно эти 15% распределить Но жильцы отказываются от этого Я думаю, вы, ну, конечно, я понимаю, 3 тысячи рублей в месяц платить, это сумма бешеная Если пенсия составляет 6 тысяч или там 7 тысяч рублей, это очень большая сумма Но то, что не делается, я считаю, все к лучшему, потому что, ну, жить нам все равно надо продолжать Но я хочу сказать, что кто, как не собственники жилья, смогут отремонтировать себе жилье Сейчас законно, к сожалению, другие, и мы не можем взять из бюджета деньги, из местного бюджета И направить их на ремонт наших многоквартирных домов, чьими собственниками являются люди К сожалению, это проблема Я прошу вас, уважаемые ветераны, на будущее внимательно изучайте эти вопросы Если управляющие компании придут по ремонту зданий, по ремонту ваших домов Прошу вас, просчитывайте каждую копейку Смотрите, чтобы цены не были завышены Может быть, цены кое-где завышены, может быть, еще что-то Но на это мы должны, собственники, обращать внимание В текущем году запланирован ремонт в городе Кумертау 4 дома Мы планируем по улице Ленина, по улице Пушкина дом отремонтировать И 10 домов в поселке Маячном Особое внимание акцентировал глава администрации на ситуации, которая сложилась зимой с очисткой дорог И сегодня с асфальтированием дорог Говорил и о необходимости приобретения коммунальной техники, так как ее катастрофически не хватает Говорить о том, что зимний период, уважаемые ветераны службы ЖКХ, выдержали с честью, я не буду Потому что мы все столкнулись с тем, что зима была у нас, конечно, особенно суровая в конце Снега так навалилось, что мы просто не справились с поставленной задачей Были порывы, были задержки с очисткой, вал, жалоб от населения в администрацию диспетчерскую Ко мне много жалоб, соответственно, диспетчерские службы коммунальных служб Но не надо забывать, что город, он отличается высоким уровнем износа сетей И генерирующих мощностей в жилищно-коммунальном хозяйстве нашего города Износ сетей теплооснабжения составляет порядка 40% Водопроводных сетей 75% Представляете, в городе Комертовск, сколько сетей нам нужно сейчас поменять по воде Канализационных сетей 61%, газовых 73% И электрических 40% сетей Даже некоторые могут уже ощущать на себе, кто живет в частном секторе Перепад напряжения очень серьезный по электричеству Тоже эти жалобы поступают Но мы сейчас работаем очень слаженно с башкирской генерирующей компанией С башкирией энергии для того, чтобы они вкладывали средства в развитие именно кумертовских сетей И вот для того, чтобы поменять Общая потребность в средствах по инженерным сетям На модернизацию сетевого хозяйства и генерирующих мощностей Составляет 542 миллиона рублей То есть нам практически половину нашего бюджета Нужно один раз взять, заложить это в развитие наших сетей И отдать это все Ну, конечно же, остаться без заработной платы и так далее Плюс к этому порядка 40 миллионов 50 мы уже список составили На приобретение коммунальной техники У нас вот проблема, почему такая произошла в городе Потому что у нас действительно изношена вся коммунальная техника Несмотря на то, что мы приобретали до этого технику Ну, экскаваторы там, мусоровозки мы приобретали Но у нас нет Т-150, роторов у нас нет, у нас нет рейдеров нормальных И вот эта проблема, она у нас вот сегодня вылезла вся наружу Мы почувствовали неудобства в городе Каждый почувствовал это на себе В этом году мы будем готовиться к тому, чтобы этого не допустить на следующий год И уже правительство... Ну, это, кстати, я хочу сказать не только город Кумертово Это вообще зима аномальная была, особенно концовка И правительство Республики Башкортостан рассматривает вопрос Софинансирования по приобретению коммунальной техники муниципальным образованием Именно городским округам Почему? Потому что большое количество средств выделяется на приобретение сельскохозяйственной техники А вот городским округам, конечно, в этом немного не повезло И главы городских округов обратились к президенту за помощью именно в этой сфере Вот хочется сказать, что из Дорожного фонда Республики Башкортостан Нам в этом году возвращается 13 миллионов рублей на... Это транспортный налог, который люди машину покупают Чем дороже машина, по идее, и она будет зарегистрирована в городе Кумертово Тем для нас же лучше, потому что транспортный налог, он будет выше Вот 13 миллионов рублей возвращается нам в порядке из Дорожного фонда Для того, чтобы мы могли расширять и ремонтировать наши улицы И вот на эти средства будут отремонтированы улицы Гафури Мы планируем расширить ее от улицы Комсомольска до улицы Салавата Тоже невозможно там уже ездить Заужена слишком улица, исходя из транспортной инфраструктуры Улицы Нахимова мы хотим потихоньку переходить на частный сектор Для того, чтобы мы могли и в частном секторе асфальтировать дороги Потому что там безобразная дорога Улица Загородная в поселке Дубки Проезд вдоль дома улицы Энергетиков 27Б в микривоне Восточном Это с облагоустройством тротуаров И 3 миллиона рублей мы выделили в этом году на ремонт И сплошное асфальтирование улицы Ломоносова Вы видите, в каком состоянии находится Невозможно было проехать Так что объявлены уже конкурсы, объявлены аукционы И я уверен, что где-то в июне, не где-то, в июне месяце При хорошей погоде мы сразу приступим к работе Главная цель наша, это, конечно же, сделать наш ремонт качественно Вот я бы хотел, может быть, даже и с вами В дальнейшем и с советом ветеранов посоветоваться Как раз-то создать этот народный контроль По как раз-то контролированию качества асфальтирования наших дорог Ну, вы заметили, в прошлом году мы расширили улицу Кургазинская Расширили улицу Шахтостроительная Расширили немного улицу Карла Марса Новый асфальт, вроде бы, ям нет Выдержал эту зиму Асфальт рушится там, где он действительно старый уже Просто ямочный ремонт делаешь Само основание уже хилое, можно сказать И на следующий год все это вылетает по новой То есть пока мы сплошняком все не сделаем Такие проблемы будут у нас и до сегодняшнего дня Речь шла во время встречи и о строительстве нового жилья В частности, о программе сноса ветхого жилья В этом году мы планируем переселить 19 домов уже Это цифра впервые для нас такая большая И я уверен, что, конечно, десятки семей получат хорошие квартиры Благоустроенные, новые и уже в комфортных условиях будут жить Квартиры предоставляются, конечно же, это квадрат на квадрат Но в любом случае, если, например, квартира 45 квадратных метров Он получит порядка 47, 48, 49 квадратных метров Какие дома будут переселяться Я, наверное, озвучить пока не буду Пока программа не утвердится в Москве Как только программа утвердится Если вы хотите, не хотите Мы выложим это все на сайте городского округа Для того, чтобы уже люди примерно уже представление имели Какие дома будут переселяться Борис Владимирович обрисовал ситуацию также в системе образования Говорил об оптимизации О ликвидации двух школ номер 11 и 14 И о том, что в их помещениях будут располагаться школы номер 1 и 3 А ученики ликвидированных школ станут учениками этих школ Рассказывал глава администрации о культурной жизни города Особый акцент был сделан на конкурсе «Золотой Сапсан» Который может принести Кумертау всероссийскую известность Еще одно перспективное направление, которое у нас в городе хорошо развито Это спорт У наших спортсменов серьезные достижения Коротко остановился Борис Владимирович и на вопросах здравоохранения А затем передал слово директору МОП «Жилкомсервис» Ольге Макаровой Ольга Владимировна рассказала участникам встречи Об адресных социальных выплатах А также об изменениях, которые предстоят в начисление оплаты за ОДН Общедомовые нужды Для получения АСВ граждане собирают очень маленький комплект документов Здесь не требуются, допустим, справки о заработной плате и о прочих доходах То есть эта адресная социальная выплата, она назначается вне зависимости от ваших доходов То есть достаточно заявления с указанием номера лицевого счета Копию паспорта гражданина И копия документов, подтверждающих правовые основания владения Ну то есть либо договор социального найма, либо это свидетельство о собственности Основанием для отказа в предоставлении адресной социальной выплаты является Непредоставление или неполное предоставление данных справок А также, что немаловажно, является наличие задолженности за жилищно-коммунальные платежи Об обслуживании ветеранов местной больницы говорил главный врач Олег Астахов Он сообщил о начале диспансеризации и рассказал, когда в городе появится томограф В 2012 году на самом деле поступило большое количество различного оборудования В рамках программы модернизации Значит, могу выделить из крупных, это реанимобиль Форд пришел Два аппарата УЗИ Ну, значит, это передвижной флюорограф Он уже у нас действующий, мы его запустили Сейчас он находится у нас на Кумерталском авиационном предприятии Значит, обследует работников данного предприятия В ближайшее время мы ждем компьютерный томограф Это, конечно, целая эпопея была не по зависящим от нас причинам Потому что закупкой оборудования тяжелого занимается Минздрав Республики Там специально есть выделенный комитет Мы здесь, как бы, от нас только подготовка помещения и специалистов для работы на нем Значит, на сегодняшний день уже финишная прямая Значит, уже конкретно мы знаем, что в мае будет поставка этого прибора В Башкирию приходят несколько томографов Из них один из первых будет у нас Потому что, в принципе, самое готовое помещение в нашей больнице находится По уровню готовности и будут приоритеты розданы После всех сообщений, которые приготовила местная администрация для собравшихся Ветераны задали свои вопросы Их интересовала организация автобусных маршрутов до садов-огородов Вопросы платы за воду в поливной сезон Вопросы организации клуба для общения пожилых людей Большинство заданных вопросов были частными В них необходимо разбираться отдельно На все заданные вопросы ветераны получали ответы прямо в зале во время встречи Ну а на частные вопросы ответы будут даны руководителями предприятий города позже Встреча продолжалась больше трех часов В целом люди получали ответы на свои вопросы И положительно оценили происходящее в городе перемены Есть много змеи в городе Вот надо сказать, чище город стал, культурнее город стал Вот в этом вопросе Но вот это, конечно, зима Но вот работа дорожной службы очень-очень недовольна Дороги и в зимнее время, и сейчас, конечно, невозможно Можно ссылаться на все, но ведь работать надо Город у нас сейчас стал чище намного, чем был Нормально все же Нас уважают, работают, помогают Асфальтируют у нас дорожки Дома я, Карломарца, 8 лет живу Нормально? Я, например, довольна всей работой В завершении встречи ветераны получили информацию О проведении предстоящих майских праздников Первомайской демонстрации и митинга к 9 мая Также их пригласили принять участие в этих мероприятиях Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...